Глядя на концепт кары, порой трудно сдержать восхищенный вздох. А накануне Нового года тем более. Ведь некоторые из концептов могут показаться яркой новогодней игрушкой, дарящей праздничное настроение. Именно о таких автомобилях и пойдет речь в нашем сегодняшнем воскресном обзоре. Эффектным спортивным концептом отметилась и Peugeot. Это 5-метровый Exalt, как и елочное украшение, будоражащее чувство своей эффектной внешностью и необычным выбором материалов. Например, для улучшения аэродинамики задняя часть кузова отделана специальным материалом Sharkskin с зернистой структурой. В движение Exalt приводит гибридная силовая установка, состоящая из 1,6-литрового бензинового турбодвигателя мощностью 270 лошадиных сил и 50-киловаттного электромотора на задней оси. Эффектную игрушку смастерили и умельцы из Бугатти. Нет, это вовсе не скоростные сани для Санты, а суперкар, созданный для серии видеоигр Гран Туризма. То есть игрушка на колесах в буквальном смысле. Более того, концепт Вижн Гран Туризма дает наглядное представление о внешности будущего купе Chiron, которое придет на смену легендарному Veyron. К слову, это будет единственная машина со спидометром, размеченным до 500 км в час. Еще круче, сами понимаете, быть не может. Что ж, копим миллионы или пишем письма Санте. Швейцарец Фрэнк Риндеркнехт, старый знакомый Автопанорамы и его бюро Rinspeed создали игрушку, как говорится, для полного расслабона. Имя ей Exchange, и водителям такое и не снилось. Зная себе, выехал на автобан, включил автопилот, развернул свое, а заодно и кресло подруги на 180 градусов, разложил сиденья в удобный лежак, ну и включил расположенный сзади дисплей диагональю 32 дюйма. По сути, перед нами автомобиль-робот, который будет передвигаться сам большую часть времени, поясняет Фрэнк Риндеркнехт. Но при этом водитель в нем не будет сидеть за ненужным рулем и смотреть на дорогу безо всякого смысла, а займется чем-нибудь более полезным или приятным. В общем, под Новый год от такой диковинки вряд ли кто-нибудь откажется. Даже сам Дед Мороз. Отметились и японские конструкторы Toyota, поставившие на колеса концепт Kikai. Также больше похожи на игрушку, а не автомобиль в привычном понимании. Впрочем, эта игрушка для тех, кто в автомобиле влюблен по уши, ведь главный замысел разработчиков Kikai состоял в том, чтобы показать красоту его механических деталей. Именно поэтому внутренние узлы и детали концепта, например, топливный бак, выставлены на показ. Что ж, такие концепты можно запросто представить себе под новогодней елкой. Думаю, некоторые из вас наверняка уже попросили Санту и Дедушку Мороза подарить именно такую четырехколесную игрушку.